Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. 30 марта Рязанской областной думой принят закон, который касается двукратного снижения налоговой нагрузки на физических лиц, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов с использованием одного транспортного средства. О том, какие плюсы это даст частному автовладельцу, говорим с гостем студии Алексеем Лощеновым. Ну что ж, давайте тогда поподробнее, чем вызваны данные изменения. Ну, я напомню, что 30 марта Рязанская областная дума принят закон о внесении изменений в закон о патентной системе налогообложения. Он касается, в первую очередь, перевозчиков, физических лиц, которые занимаются перевозкой пассажиров, багажа и грузов, используя одно транспортное средство. Ну, это вот такой стандартный экономический вариант, когда физическое лицо после работы, соответственно, используя свое персональное транспортное средство, занимается перевозкой пассажиров или перевозкой грузов, используя, например, машину до 2,5 тонн, соответственно, или больше грузоподъемностью. Какие основные изменения были вызваны, были связаны с принятием нового закона в налогообложение доходов? Дело в том, что существует два варианта налогообложения доходов, полученных от этих видов деятельности. Два варианта. Первый вариант, когда физическое лицо представляет по итогам налогового периода, то есть в течение года он осуществляет вид деятельности, и по итогам года, до 30 апреля, он отчитывается в налоговую службу о своих налоговых доходах, соответственно, налогооблагаемых доходах, платит 13% от этих доходов, полученных в связи с осуществлением этих видов деятельности. И второй вариант, когда он приобретает патент на осуществление перевозок. В чем преимущество применения патентной системы налогообложения? Единожды заплатив налог, связанный с применением патентной системы, в дальнейшем ты освобождаешься от уплаты налога на доходы физических лиц, ну и на их сопутствующих административных расходов, связанных с этим видом деятельности, о чем я скажу ниже. Так вот, величина налога, взаимаемости с применением патентной системы налогообложения, в Рязанской области до принятия вот этого областного закона была одна из самых высоких на уровне Центрального федерального округа. Например, если физическое лицо имело желание легализовать свои доходы от этих видов деятельности, от перевозок с использованием одного транспортного средства, то для вида деятельности перевозки пассажиров он должен был заплатить налог, взаимаемости с применением патентной системы, в размере, соответственно, 15 тысяч рублей за год. По перевозке грузов, грузоподъемностью больше 2,5 тонн, соответственно, это 24 тысячи рублей в год за получение патента. Ну и при перевозке грузов, грузоподъемностью автотранспортного средства менее 2,5 тонн, соответственно, это 12 тысяч рублей. Вот, с одной стороны, административные издержки, связанные с получением патента. Сюда же давайте мы добавим государственную пошлину за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, это 800 рублей. Ну и для перевозки, соответственно, пассажиров нужно получить специализированные разрешения на оказание услуг такси. Это на территории нашего региона 2300 рублей. Но плюс взносы, соответственно, в страховые фонды. И вот посмотрите, это в общей сложности сумма административных издержек, связанных с налогообложением всех доходов, она составляет порядка чуть более 20 тысяч рублей. Это с одной стороны. И с другой стороны, соответственно, административные штрафы, потенциальные административные штрафы, которые физическое лицо могло бы заплатить в случае, если оно осуществляет эти виды деятельности, нелегально. Давайте посчитаем, какие же это административные штрафы. Значит, первый административный штраф, соответственно, это 2000 рублей за осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Второй административный штраф, это 5000 рублей за осуществление перевозок без получения разрешения, соответственно. И административный штраф за осуществление видов деятельности без контрольно-кассовой техники внутри машины, это 2000 рублей. То есть, какая ситуация складывается? Сумма административных штрафов, она в разы меньше, нежели сумма тех денежных средств, тех издержек, Соответственно, плюс еще и налоговые расходы, которые несет индивидуальный предприниматель для реализации этого вида деятельности. Отсюда минимальное количество выданных патентов, отсюда незначительное поступление налоговых платежей от этого вида бизнеса в консолидированный бюджет Рязанской области. И отсюда, по сути, причины, по которым эти виды деятельности находятся в тени. Ну, ни для кого не секрет, что когда вы садитесь в такси, вряд ли вы будете задавать вопрос таксисту, а на какой системе налогообложения вы находитесь. Я думаю, что он и не ответит еще. Ну, конечно. Платите ли вы налог с этого вида деятельности, вот с моих денег, которые я вам отдаю за оказанные услуги по перевозке. Давайте простым языком попробуем объяснить, кому что это даст, а плюсы. Абсолютно правильно. Что мы предложили законодателю Рязанской области, во-первых, мы изучили опыт других субъектов федерации. У них в разы меньше величина налога, которую уплачивает, предположим, таксисты при осуществлении перевозок по одному транспортному средству за получение патента. В разы меньше. Поэтому мы предложили законодателю вместе с правительством Рязанской области снизить в два раза величину налога, уплачиваемости с применением патентной системы. То есть сегодня, например, по такому виду деятельности, как перевозке пассажиров и грузов, соответственно, то за пассажиров нужно заплатить 7500 рублей по одному транспортному средству на год для того, чтобы получить патент. То есть в два раза меньше. То есть раньше он платил, соответственно, 15 тысяч рублей за получение патента на год, теперь 7500 рублей. По такому виду деятельности, как перевозке грузов с использованием одного транспортного средства, вот газели грузоподъемностью меньше 2,5 тонн, как правило. Значит, сейчас нужен налог будет заплатить всего лишь 6000 рублей. То есть в два раза снижена налоговая нагрузка. Причем это сделано с обратной датой, с 1 января 2016 года. То есть создаются условия, при которых водитель транспортного средства, собственник транспортного средства не будет думать о налогообложении соответствующих доходов. Если он обратится в налоговую инспекцию, получит патент на год по этому виду деятельности. Я напомню, как осуществляется оплата налога, взимодействие с применением патентной системы налогообложения. Если вы получили патент на год, то 1 треть можно заплатить в первые 90 дней действия патента. Вот от этих 7,5 тысяч рублей в год, 1 треть в первые 90 дней и оставшиеся 2 трети до истечения срока действия патента. Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда налоговая нагрузка, и хотим, чтобы эта информация как можно больше и чаще звучала, в том числе с помощью представителей средств массовой информации, для тех людей, которые занимаются этим видом бизнеса. Налоговая нагрузка в два раза снижена. Для чего? Для того, чтобы перевозчики выходили у нас из теней и с помощью этих механизмов легально платили налоги с этих видов деятельности. И теперь оплата налога стала гораздо более выгоднее, нежели ожидание тех административных штрафов и сдержек, когда к тебе приходят контрольно-надзорные органы и задают вопросы. Почему нет контрольно-кассовой техники? Почему не зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя? Почему не имеешь разрешения на перевозку пассажиров и багажа? Почему не платишь налоги с этих видов доходов? Вот смысл этих изменений был направлен в первую очередь на снижение налоговой нагрузки и вывод из тени соответствующих видов деятельности. Вот у меня сразу, когда вы начали перечислять, сразу бумажки. Одна, вторая, третья. И большинство людей думает так же, какие документы я буду оформлять, что я должен представить, куда я должен еще отстоять очередь. Расскажите об этом. Давайте разбираться, соответственно, что необходимо сделать для того, чтобы получить патент на этот вид деятельности и налогообложение осуществлялось с помощью патентной системы. Поэтому называется специальный налоговый режим, что он очень просто, с минимальными административными издержками позволяет легализовать этот вид деятельности. Давайте посчитаем, какое количество документов необходимо оформить физическому лицу для того, чтобы получить патент. На самом деле их всего два. Первое – это заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которое сдается в наш единый центр регистрации, улица Свобода, дом 80. Это заявление можно сдать и в электронном виде, пожалуйста, в налоговые органы. И второй документ – это заявление на получение патента. В этом заявлении, соответственно, вы указываете тот вид деятельности, о котором мы сегодня говорим, это перевозка пассажиров и грузов одним транспортным средством. И зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, вы получаете патент, если эти документы оформлены верно, а необходимое разъяснение можно получить на нашем официальном сайте. И получив патент, вы осуществляете эти виды деятельности без дополнительной какой-либо налоговой или бухгалтерской отчетности в налоговые органы. То есть ваш патент является основанием для того, чтобы в дальнейшем получить соответствующие налоговые преференции в этой части и минимизировать административные издержки. То есть дополнительную информацию можно получить всю на сайте. Правильно я понимаю? Совершенно правильно. Налог.ру, личный кабинет налогоплательщиков, в том числе индивидуального предпринимателя, можно зарегистрировать, интерактивное взаимодействие с налоговой службой. Ну и преимущества применения патентной системы, я еще раз их перечислю. Отсутствие уплаты НДФЛ, отсутствие необходимости применения контрольно-кассовой техники, отсутствие необходимости представления налогоблухгалтерской отчетности в налоговые органы. Поэтому призываем внимательно изучить наших, в том числе и телезрителей, информацию, тех, кого она, конечно, интересует по этим видам деятельности, и использовать те преимущества легализации доходов, полученных от перевозок, которые сегодня предоставляет 11-й областной закон от 11 апреля 2016 года. Я так понимаю, все, о чем мы не успели поговорить сейчас, можно будет узнать на мероприятии День открытых дверей. Расскажите об этом. Совершенно правильно, 15-16 апреля налоговые органы Рязанской области проводят Всероссийский День открытых дверей. Эта акция проводится по всей стране всеми налоговыми инспекциями. Приурочен он к проведению декларационной кампании, направленной на представление физическими лицами налоговой декларации по доходам за 2015 год, по которым не был удержан НДФЛ. Но в рамках Дня открытых дверей, конечно, можно будет задать вопрос и по иным интересующим вас проблемам, например, по имуществу на налогах, по заявлениям о льготах, или, например, о патентной системе налогообложения, о тех изменениях, которые произошли в областном законодательстве. Режим проведения Дня открытых дверей, особо обращая внимание, это пятница и суббота, 15-й и 16-й, очень удобно, в пятницу с 9 до 20 часов, соответственно, а суббота с 10 до 15. Ну и те, у кого возникнут вопросы, которые необходимо рассмотреть оперативно, в режиме контакт-центра, я напомню, номер федерального контакт-центра, федеральной налоговой службы, бесплатный, 8 800 2 2 2 2 2 2 2 2. Операторы контакт-центра тоже ответят на ваши вопросы. Это была программа подробностей. Если вы что-то не поняли или пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. А на сегодня все, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова